всем привет машинка у меня outlander 2008 года xl вот хочу показать что сделать с китайским подрулевым шлейфом снял я руль и пока его снимал у меня развалился сам шлейф и я вам хочу показать в чем причина его неисправности машинке уже 15 лет где-то несколько лет назад я уже менял подрулевой шлейф и купил себе подешевле китайские потому что оригинал стоил дороговато и соответственно проходил он несколько лет и вот что с ним произошло по всей длине шлейф вроде как исправный но почему-то вот в одном месте он конкретно перетерся или не знаю что с ним случилось потому что сверху должна быть нанесена тут пластиковая такая изоляция она стерлась полностью и в этом месте сильно перегибалась и дорожки соответственно порвались поначалу у меня отказали кнопки магнитолы я еще с этим мирился когда подушка безопасности выдала ошибку мне это под надоело и я решил разобрать посмотреть в чем же проблема вот это у меня предыдущий шлейф который до этого стоял он шел еще с завода настоящий японский надеюсь он прослужил больше десяти лет я поменял потому что мне перестали работать кнопки на магнитоле я поставил такую магнитолу и как-то было печально что я не мог управлять магнитолы с рулевого джойстика почему я оставил этот шлейф потому что я его подремонтировал так скажем потому что было всего то ли одна то ли две дорожки были порваны я их запаял не знаю надолго ли это но хочу поставить сейчас его потому что по крайней мере работала подушка безопасности и сигнал на руле заказал я новый шлейф в интернете к сожалению оригинала я не нашел поэтому опять заказал китайские за полторы тысячи надеюсь несколько лет он прослужит а потом может как-то изменится ситуация я все-таки найду оригинальные поставлю его когда выйдет из строя тот китайский который я заказал отличие между оригинальным и китайским шлейфом я не нашел практически идентичны по наклейке но как видите по качеству конечно уступает оригиналу этот я уже не буду ремонтировать корей все просто выкину как его устанавливаю показывать не буду потому что в интернете видосов целая куча сам честно говоря пересмотрел их и понял как разбирается снял сам тут ничего сложного сейчас откручу вот эти два винта по диагонали сниму ее оставлю этот шлейф и покажу результат и так собрал все теперь буду делать первый пуск посмотрим помогло или нет так завел что у нас по подушке безопасности значок пропал значит все работает ошибки не выдает так теперь посмотрим будет ли работать магнитола управляться вот этими кнопками так включим радио и попробуем сделать погромче не погромче не потише не делается ничего не переключается все что у нас получается ремонт шлейфов бесполезен как у меня работала так и работает главное по крайней мере не выдает ошибку подушки безопасности она у меня работает это успокаивает сигналка работает старый шлейф выкидывать я не буду потому что из двух дорожек 1 есть целая и когда я сниму которая сейчас у меня стоит поставлю туда новую эту я сниму и попробую отсюда эту дорожку изъять потому что эти две они идентичные по 5 дорожек на каждой ленте одну ленту я сниму и попробую заменить которыми сейчас там стоит и в принципе я думаю что должно все работать потому что главное это перетирается вот в этом месте если вы запаяете это середина как раз таки тут больше всего идет перегиб и скорее всего перед тем как завести машину я крутил рулем и пайка отвалилась там было всего пару дорожек неисправных здесь все пять отвалились в общем ремонт я покажу в следующем видео нажмите на колокольчик чтобы его не пропустить все всем счастливо пока